Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, мы продолжаем изучать тему, в которой было предложено пройти основы нашей веры, пройти учения, пройти и посмотреть на то основание, тот фундамент, на котором Священное Писание побуждает и обязывает нас стоять. И мы рассуждаем учения об Иисусе Христе, учения о Сыне, которое очень многогранно, которое включает в себя много тем. Прошлый месяц, декабрь месяц мы посвятили много, поскольку это был праздничный служение, мы посвятили вопросу рождения Иисуса Христа, Его приход на нашу землю, все, что связано с Его воплощением, цель, которую преследовал Бог, посылая Сына Свою в этот мир. Две недели тому назад мы говорили о праведности, праведности Иисуса Христа, которая вменяется всякому верующему человеку на основании ни Его дел, ни Его заслуг, братья и сестры, на основании дела, совершенное Господом, а со стороны человека, на основании веры, вменяется в праведность самого Сына. В прошлое воскресенье, кто был в нашем служении, мы говорили о важном событии в жизни Господа Иисуса Христа, это Его крещение, крещение в водах Иордана. И это служение, это событие, это крещение засвидетельствовал Сам Отец Небесный. Мы слышали, глаз с неба написано, в котором Отец засвидетельствовал, есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Братья и сестры, говоря о служении Иисуса Христа, я думаю, очень важно обратить внимание на событие, которое произошло сразу после крещения Иисуса Христа. Это событие в Писании называется «Искушение Христа в пустыне». Нужно отметить, а три евангелиста – Матфей, Лука, Марк – говорят об этом событии. Но интересно, что Марк подчеркивает это событие так, 1 глава 12 стих. Вначале он говорит «немедленно». Слышите? «Немедленно после того Дух ведет его в пустыню». Как только совершил Христос крещение в водах Иордана, как только Господь Отец засвидетельствовал и подтвердил свое благоволение к Сыну, Дух Божий немедленно ведет его в пустыню. Вот об этом мы будем сегодня рассуждать вместе с вами. И для этого я предлагаю, у кого есть Библии, а Библии у нас должны быть с собой открыты, Евангелие от Луки, 4 глава. Будем читать с 1 стиха. Евангелие от Луки, 4 глава. «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иорданок и поведен был Духом в пустыню. Там сорок дней Он был искушаем от дьявола, ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок залкал. И сказал ему дьявол, «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божиим. И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства Вселенной во мгновение времени. «И сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ, «Отойди от меня, сатана! Написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». И повел его в Иерусалим и поставил его на крыле храма и сказал ему, «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано ангелам своим заповедует о тебе, сохранить тебя и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ, сказано, «Не искушай Господа, Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе духа в Галилею и разнеслась молванием по всей окрестной стране. Братья и сестры, со времени Едемского сада и все, что произошло в Едемском саду с первыми сотворенными Богом людьми, Адамом и Евой, и до нашего времени искушение является неотъемлемой частью рода человеческого. И как бы человек не пытался избежать, уйти, спрятаться, приводит абсолютно все эти старания ни к чему. Кто-то пытался изолироваться от общества, в котором он живет, потому что понимает грех кругом, соблазны, искушения, и люди пытались уйти от общества, уединиться. Кто-то пытался подвергать свое тело истязанию, понимая, что тело, оно греховно, испорчено грехом. Кто-то пытался, может быть, другими, более благородными методами, проводя время в молитвах, в постах, в изучении Писания. Но, к сожалению, и эти самые лучшие пути не всегда приводили к полному успеху. Вы знаете, история говорит нам, приводит очень много примеров различных людей, которые остались в памяти людей своими, может быть, особыми стараниями, как победить искушение. В 480 году по 547 год был такой известный монах, имя которому Бенедикт Нурсийский. Он был основатель первого в Европе монастырского ордена. Этот человек стремился побеждать искушение тем, что носил на себе три года власяницу. Власяница – это одежда, сделана из волос дикого животного, грубая. Три года он носил вот эту одежду для того, чтобы как-то смирить свое тело. Своим жилищем он избрал неприступную такую пещеру глубокую, внизу она была, для того, чтобы там жить, питаться, ему спускали на веревке воду и хлеб раз в день. Он подвергал себя вот таким образом истязания. И когда он видел, что не помогает, а искушения приходят, и он не справляется, не может бороться в мыслях, он делал следующее. Он бросался на кусты терновника, шиповника, пока тело его не покрывалось рваными ранами. Таким образом он пытался смирить свое тело и победить искушение, но история и он свидетельствует, что ничего не помогало. Они преследовали эти мысли, эти искушения его, куда бы он ни шел, куда бы он ни находился, и где бы он не мог спрятаться. Другие искали победу над искушениями тем, что отрицали их. Был такой другой монах, имя которому Ювеналий, живший в пятом веке. Он утверждал, что человек после водного крещения навсегда освободится от власти сатаны и всех его уловок. Но другой человек, тоже монах, Иеромоним, мудро заметил, что крещением сатану не утопить. И возникает вопрос, братья и сестры, а есть ли путь победы сегодня для верующих людей над искушениями, которых так много? Мы сегодня слышали уже стихотворение, Светлана рассказывала о той борьбе, которая происходит в каждом из нас. И если быть честными, открытыми, проанализировать просто свою жизнь, братья и сестры, каждый из нас, в любом возрасте, в любом духовном уровне, в каком бы находился, дети, молодежь, пожилые люди, они подвержены страшным, порой нечеловеческим искушениям. Только Господь знает, и каждый из нас, братья и сестры, что нам приходится проходить. И возникает вопрос, братья и сестры, возникает вопрос, каким образом мы можем эту проблему, эту ситуацию, это испытание, эти искушения побеждать. Интересно, знаете, что евангелисты Матфея, Марки, Лука, они описывают, три евангелиста описывают величайшую духовную битву со всех времен, которая была, братья и сестры, где единоборство вступил Иисус Христос страшным врагом, коварным врагом, дьяволом. И возникает вопрос, братья и сестры, какую же цель преследовал Отец Небесный, Бог, ведя своего сына сразу после крещения в пустыне иудейскую, подвергая его нечеловеческим, я бы сказал, искушением со стороны сатаны. Интересно, что Лука подчеркивает, что в втором стихе «там сорок дней он был искушаем от дьявола». Здесь только упоминается три искушения записано, но евангелист Лука подчеркивает, в течение сорока дней он был искушаем, но не вошли, не написано, что это были за искушения. Писанием ясно говорит, что Христос приступил, обратите внимание, к публичному служению только после крещения и после победы над дьяволом в пустыне. Это есть глубокая взаимосвязь, братья и сестры. Только после победы в пустыне Христос открыто провозглашает, что приблизилось царствие Божие, о котором брат сегодня говорил Владимир. Братья и сестры, это очень важно. пришел законный царь, пришел владыка мира, пришел тот, о котором пророк Исаия говорил и нарекует ему имя князь мира. Братья и сестры, но нужно доказать свое господство, нужно доказать свое, что ты законный царь. И когда Отец Небесный провозгласил с неба, то необходимо еще действительно было, чтобы люди убедились и знали, потому что Бог справедливый, и Он тоже считается в духовном мире, во всей этой истории, даже по отношению к сатане, Бог поступает справедливо, чтобы Слово не нарушилось, чтобы святость Его не была попрана для того, чтобы истина восторжествовала. Это очень важно. Почему было так важно? Братья и сестры, давайте немножко вернемся в Едемский сад. Помните, первый человек Адам, представитель человеческого рода, Он не был подвержен той испытании, в котором оказался наш Господь Иисус Христос. Там не было страшной зноя, условий, Он не находился в посте, Он был окружен прекрасными условиями, Едемский сад, пища, Отец Небесный, который приходил, Бог беседовал, все было идеально. Братья и сестры, И Он не устоял. Адам не устоял в этом искушении, не только один, он представитель человеческого рода, братья и сестры, и мы, последователи, тоже все Адама, дети Адама, наследники в Адаме. Весь человеческий род оказался вовлеченным в последствии того грехопадения ужасного. Интересно отметить, братья и сестры, когда Иисус Христос приходит на эту землю, Он встречается с ложным царем. И тем не менее, Библия называет Его князем, господствующим в воздухе. Христос называет Его князем. Писание называет Его Бог с маленькой буквы, века сего. И дьявол говорит о том, что Ему принадлежит власть. Он показал Христу, он имел возможность Христу показать во мгновение ока все царства мира сего. Да, Он незаконный, Он обманным путем, коварным путем обманул человека. Но этот вопрос нужно было решить, и решить его правильно. Послание евреям, 2 глава, 14 стих, апостол Павел, говорит о побеге Иисуса Христа. Обратите внимание, упоминает, тоже имеет отношение к этому событию. Он говорит, а как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял онные, то есть тело, плоть, кровь, дабы смертью, своею смертью в будущем лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Слово держава переводится как власть. Дьявол имел власть над смертью. И дальше говорит, избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Все человечество находилось в рабстве. Поэтому Иисус Христос пришел царь, провозгласил свое царство, которое не от мира сего, но которое будет распространяться через слово в сердцах людей, о котором было уже сказано. Сказано, пришел братья и сестры, очень важно, 15 глава первого послания Коринфянам, посол Павел говорит вот эту мысль, что первый человек из земли, он перстный, его имя Адам, и мы последователи Адама, наследники. Но затем он пишет, что второй человек Господь с неба, второй Адам упоминает, говоря о Господе Иисусе Христе. Братья и сестры, интересно, что в этих событиях, которые мы сегодня рассуждаем, искушение Иисуса Христа в пустыне, впервые явлена сила нового царя против сатаны, против ада, в личной противостоянии. Да, впереди будет еще борьба в Гефсиманском саду, впереди будет еще Голгофа, впереди люди услышат, совершилось, победа будет одержана. Но необходимо было вступить в борьбу в пустыне Иудейской. Иисус одержал первую победу с великим врагом, доказав свою силу и право называться царем царей и Господом господствующим и господствовать в будущем над всей вселенной, но начать свое царство в сердцах людей. Вы уже слышали, Царство Божие внутри вас есть. Давайте посмотрим, условия, в которых находился Христос, заставляют нас задуматься над одним еще одним важным вопросом. Братья и сестры, Христос вышел на этот поединок как Сын Божий или как Сын Человеческий. Мы уже слышали в прошедших служениях в декабре месяце о том, что Иисус Христос обладает двумя природами. Он обладает Божественной природой, абсолютной, стопроцентный Бог, и он обладает человеческой природой как стопроцентный человек. Возникает вопрос, пользовался ли Иисус Христос во время своего служения как Бог, как Сын Божий, своей Божественной природой. Безусловно, прощать грехи может только Бог. Воскрешать людей из мертвых может только Бог. И чудеса, которые Христос творил, может совершать только Бог. Но Христос пользовался и своей человеческой природой. Кто предстал в пустыне Иудейской после сорокодневного поста? Кто вступил в схватку с коварным, страшным врагом? Бог или человек? Братья и сестры, очень важный вопрос. Когда мы смотрим, говорим о том, что цель Бога – спасти человечество, то, что было утрачено водами, и спасти это Божьим путем. Путем, когда придет Иисус Христос, примет тело человека, природу человеческую, и придет совершить победу над врагом душ человеческих, заберет эту власть и заберет ее законным путем, и он представляет, братья и сестры, не сам по себе, а новое творение. Кто во Христе, тот новая тварь. Новую абсолютно людей на земле, новую нацию, можно сказать, рождает через Духа Святого и Слова, формирует Господь на земле новые абсолютно людей, церковь, детей Божьих, которые будут обладать и божественной природой в том числе и своей греховной природой. Он пришел, чтобы найти и спасти погибшие, взыскать, найти погибшие. Он пришел, чтобы показать нам пример, что человек на этой земле может побеждать грех и может побеждать искушение. Он показал, чтобы мы шли по его следам. Дух Святой повел Христа в самые нечеловеческие, я бы сказал, условия, братья и сестры, в пустыне иудейскую, мертвая, где пропитано все жаром, как парящая, как горячая печь огнем. История говорит, что эта пустыня представляет собой 55 километров длины и 23 километра ширины. И пустыня эта, она заканчивается как бы таким обрывом к мертвому морю, отвесной стеной высотой более чем 350 метров, где никакой нету жизни, никакой прохлады. Братья и сестры, только представить себе находиться там один день. Наши друзья, которые посещали Израиль, свидетельствуют даже в тех условиях, где и автобус, где и подвезут. Жарко и трудно, все равно это нагрузка, братья и сестры, но Христа это не было путешествие, находиться там день и ночь. При этом, братья и сестры, 40 дней и 40 ночей ничего не есть. Голод это страшное испытание. Люди пожилого возраста рассказывают, когда пережили голодомор в Украине или в других местах по Волжье. Моя мама, она была в то время и рассказывала, это было что-то страшное, когда мы ложились спать и просыпались с одной только мыслью, хотя бы крошечку хлеба. Когда люди шли на самые, казалось бы, непонятные, нечеловеческие, какие-то пути, ели все, что можно съесть для того, чтобы остаться в живых. Но Иисус Христос 40 дней и 40 ночей отказался от этого. Братья и сестры, я нахожу, что Иисус Христос предстал как Сын человеческий, отказавшись добровольно от своих божественных атрибутов. Несколько, давайте, подчеркнем, может быть, моментов или таких как бы свидетельств. Первое. Христу, как Богу, вообще не было нужды доказывать свое могущество в победе перед дьяволом, потому что это доказано и это неоспоримо. Искушать Христа, как Бога, было бы так же неразумно, нелепо, потому что дьявол прекрасно понимал, что Бог не искушается злом, Он совершенно другой природы. Искушать Бога бесполезно. Третья мысль, короткая, дьявол никогда бы не пытался состязаться с Богом, зная Его абсолютное превосходство в силе в могуществе. Он прекрасно понимал, что силы абсолютно неравны. Поэтому все это еще раз доказывает, что Иисус был искушаем как человек. И это была цель Бога, связанная, братья и сестры, знаете, с кем? О ком думал Христос в пустыне иудейской? О нас с вами. О каждом из нас. Он знал, что каждому из нас, братья и сестры, придется проходить земной путь. И на этом земном пути мы встретим с вами различные искушения. и написано «Он был искушаем». Если когда был искушен, то знает, как и искушаем им помочь. На мой взгляд, есть одна еще важная деталь. Когда мы смотрим на тексты Писания, обратите внимание, третью главу, если можно, у кого Библии откройте, пожалуйста, Луки третья глава, 23 стих начинается следующими словами. Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сын Иосифов, земной отец, муж Марии. И затем идет, братья и сестры, 75 имен людей, начиная от Иосифа и заканчивая Адамом. А потом, когда перечень заканчивается, начинается 4 глава с 1 стиха об искушении Иисуса Христа в пустыню. Казалось бы, для чего это? Почему вот эта деталь такая важна? Братья и сестры, если просмотреть жизнь каждого из этих людей, начиная от Иосифа, земного отца, и заканчивая Адамом, предпоследнее, 75 имя стоит, все они проходили через искушение. И все они падали, все они были сломлены, все они потерпели в своей жизни много-много раз падений. И приходит другой Адам, второй Адам, Господь с неба, который представляет новых людей, свою церковь, те, которые будут от Господа рождены, которые будут проходить этот земной путь, тем, которым даст силу, власть, наступать на всякую вражью силу, и который сможет доказать, что нету на земле искушения никакого, которым бы человек, верующий человек, не устоял. И обратите внимание, 76 имя стоит, он Божий. Третья глава, 38 стих, Еносов, Сифов, Адамов, но заканчивается не на Адаме Христос, братья и сестры, а на Боге. Он Божий, не только Адамов, но он еще и Божий. Итак, в лице Господа Иисуса Христа, братья и сестры, мы видим, пришел Тот, Который был искушен, и Который знает, как искушаемым помочь. Братья и сестры, когда мы говорим о наших искушениях, то вопрос для многих верующих не совсем понятен. Для чего эти искушения даны? А ведь они не причиняют нам, не приносят ничего хорошего. Да и в молитве Господней написано, чтобы молились, не веди, Господи, в искушение, но избав нас от лукава. Поэтому не всегда людям понятно, для чего и кто допускает. Бог допускает ли от сатаны искушение? Как это понять? Братья и сестры, я думаю, что есть одно выражение, которое мы иногда пользуемся, когда хотим показать взаимосвязь между какими-то вещами, когда хотим показать какую-то взаимосвязь в каких-то вопросах. И тогда мы говорим, эта сторона, берем медали, говорим, это сторона двух медалей, как бы. С одной стороны одной медали. С одной стороны смотрим на одну медаль, какое-то изображение. Переворачиваем, там другое изображение. Две стороны, но одна медаль. Интересное выражение, да? Так, братья и сестры, я думаю, что эти две стороны одной медали, о которой мы говорим, это есть, это искушение, на дну написано искушение, на другой переворачиваем, читаем что? Испытание. Что это значит? Как мы уже говорили, дьявол больше не состязается и не мерится с Богом, потому что он знает, что он уже давно проиграл. Эта война была однажды, навсегда проиграна в небесах. Но от Бога рождается, как мы сказали, новые люди. Как написано, Иоанн говорит, не от хотения мужа, но от Бога родились. Но эти люди, братья и сестры, не должны быть испытаны. Эти люди должны пройти определенную школу. Эти люди должны научиться побеждать, потому что только в книге Откровения написано, мы читаем, побеждающий. Побеждающий сядет на престоле. Побеждающий будет вкушать ману. Побеждающий наследует все, братья и сестры. Поэтому Господь допускает того же сатане, быть искушаемыми для того, чтобы мы могли быть испытаны. И в этой испытании научиться приобреть опыт, почувствовать радость победы, почувствовать вкус этой победы и возрастать духовно. И обратите внимание, как Иаков говорит об этом. Нам не совсем понятен этот текст Иакова 1 глава, 2-3 стих. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Подчеркивается, что природа искушений может быть разной. Различные искушения, физические, духовные, различные сферы. Обратите внимание дальше, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Два слова. Одна медаль, две стороны. искушения. Говорит, радуйтесь, друзья мои. Говорит, с великой радостью. Почему? Есть возможность. Какая возможность? Какую цель достигает Бог? Обратите внимание, испытание слова стоит, испытание вашей веры. Оно производит терпение. А терпение же должно иметь совершенное действие. Для чего? Чтобы вы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка. удивительная Божья школа, не правда ли? Поэтому не будем бояться, братья и сестры, потому что любое искушение Господь контролирует. Он не позволяет дьяволу просто так обходиться с нами, как он хочет. Вспомним историю просто с Иова. Помните, все находилось абсолютным Божьим контролем, была положена эта граница. Вот тело его, души его не тронь, не переступит. Интересно, Яков говорит, 1 глава, 12 стих, блажен человек, который переносит искушение. Обратите внимание снова на второй медали, на второй стороне этой медали, потому что был испытан. Два слова. Искушение, испытание. Что он был испытан, он получит. Мы сегодня пели прекрасный гимн «Держи, что имеешь, христианин». Братья и сестры, а что можно держать, если у нас его никогда, может, и не будет? Мы всеми силами убегаем, не надо, как этот монах, можно спрятаться где-то, терзать свою плоть, себя терзать, распинать, пытаться каким-то образом устраниться. Но Писание говорит, блажен человек, который переносит испытание, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь, любящим его. «О, дорогая церковь, братья и сестры, если мы увидели, что Бог хочет, чтобы придя к концу нашей жизни, к этой битве, да, мы где-то проигрываем, где-то падаем, спотыкаемся, а Господь говорит, я вновь даю тебе шанс, не бойся, прошел этот путь, прошел Сын Человеческий, отказавшись добровольно от своих сил, возможностей, божественной власти и выступил один на один с этим страшным, коварным врагом душ человеческих и победил, и показал, что можно побеждать. Вспомните Иосифа, братья и сестры, непонятный, казалось, путь, тот, которым Господь особо возлюбил, сны открывает, попадает в Египет, братья, родные братья, коварно продают, Господи, что за путь у тебя? Оказывается, в такой страшной искушении, в доме Патифара, Господи, а это для чего? А Бог знал, дабы испытанная вера Его оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого. Бог знал, что Он не один, и Писание говорит, помните, несколько раз, и был Бог с кем? С Иосифом. Не один был. Бог был с Иосифом. Иосиф знал, что верен Бог, который не попустит быть искушаемыми, как сверхсил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести, только перенести, но оказаться победителями. Поэтому, братья и сестры, когда мы видим искушение в нашей жизни, нам нужно правильно реагировать на них. Понимаем, что Бог допускает в нашей жизни для того, чтобы испытать нас, чтобы дать нам венец жизни. Ни одно изделие, которым люди пользуются, особенно касается, может быть, детей, прежде чем оно не пройдет какое-то испытание, оно не будет запущено, не будет предоставлено обязательно. Все, что пользуются люди, говорят, нужно испытать его, проверить на прочность, действительно ли оно способно принести пользу людям. вот так и Господь допускает, чтобы испытать, но при испытаниях даст и силу, будет стоять рядом. Обратите внимание, братья и сестры, в этой великой борьбе есть несколько событий. Есть подготовка Христа. Прежде чем сатана приступил, мы не знаем, что в течение таких сорока дней какие были, мы знаем только о трех, но у Христа была как бы подготовка и эта подготовка интересно заключалась в одном очень благословенном, важном помощи таком для верующего человека. Он находился в посте. Он не просто голодал, а написано, находился в посте, в молитве, проводя эти ночи с Отцом Небесным. И Господь поддерживал, Господь укреплял его. Это была подготовка, прежде чем вступить в схватку, в битву. Написано последок взалкал. Алкать, это старое славянское слово, говорит о сильной желании, о том, что человек очень захотел есть, показывая его человеческую природу, что он был подобен, как и мы с вами, братья и сестры. Сатана здесь назван, мы видим, выступает в роли искусителя. Это одно из его званий, имен, его тактик, его стратегий. Мы не знаем, в какой образе он явился, но мы видим, что он разговаривал со Христом, мы видим, что он Христа берет на крыло храма, на высокую гору, показывает ему все царства мира, мгновения ока. В любом случае, суть для нас, понятного этого врага, он был искуситель. Чего же хотел добиться сатана от Иисуса Христа? Мы видим первое искушение, которым Христос был подвержен, когда сатана задает ему интересный вопрос. Чаще всего, говоря об этом искушении, мы связываем это с превращением хлеба, камня в хлебы. И обращаем внимание на это, братья и сестры, но обратите внимание немножко на другой момент. Он начинает не с этого. Он начинает с вопроса. И вопрос этот следующий. Если ты Сын Божий. Вот первые слова, которые сатана произносит, обращается к Иисусу Христу. В чем коварство сатаны было, задавая этот вопрос? Смысль искушения был не в том, чтобы Иисус просто утолил физический голод, превратил камень в хлеб, а в том, чтобы заставить его думать, что чувство голода несовместимо с его статусом Божьего Сына. Неужели Отец позволил? Ты же Сын Божий, если ты Сын Божий, как ты оказался здесь? Рождение в бедной семье, 30 лет полной безызвестности, никто тебя не знает, если ты Сын Божий. Абсолютно кто ты такой? Неужели Отец Небесный позволил тебе оставить в этой страшной пустыне в течение 40 дней и ночей ты находишься здесь, ты жаждаешь, ты хочешь есть, если ты Сын Божий? Сатана хотел побудить Иисуса Христа, чтобы Он действовал независимо от Отца Небесного. Однако Иисус стал человеком, чтобы исполнить волю Отца. И Его воля в точно совпадала с волей Отца. Он говорил, моя пища творить волю пославшего меня и совершить дело Его. Филиппийцам 2 глава, 6 глава, 7 стих после Павла говорит, он, будучи образом Божиим, обратите внимание, он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду, став как человек, этот стих очень хорошо раскрывает суть этого искушения, Христос пришел в пустыню, отказался от божественных атрибутов, поэтому дьявол побуждает его, ну какой же ты, если ты Сын Божий, ну прояви. Христос показал, в самых ужасных условиях есть выше вот этого земного хлеба. Ответ потрясающий, братья и сестры, при всем этом есть то, что человек может жить не хлебом, но обратите внимание, куда он направляет, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Вторая причина, братья и сестры, я вижу, вот в этом искушении заключается в том, чтобы Сатана стремился доказать невозможность победы человека над искушениями. Нет ничего удивительного в том, когда Бог побеждает Сатану. Братья и сестры, нет ничего удивительного в том, когда Бог побеждает и он победил уже Сатану. Но удивительно то, что человек смертный, в греховной природе, борящийся самим собой, побеждает, может побеждать Сатану, побеждать искушениями. И вот в этом, братья и сестры, сила Евангелия, в этом суть, в этом Христос показал, что можно победить дьявола. При этом его тело было настолько истощено. Благодарность Господу, братья и сестры, за эту победу. Какое ни было искушение в нашей жизни, братья и сестры, знайте, что человек, рожденный свыше, имеющий Духа Святого, может рассчитывать на помощь от Господа и на победу в любых искушениях. На этом Сатана не оставляет его, и вот интересна его стратегия, он больше не спрашивает Иисуса Христа, Сын ли Он Божий. Он повел его, мы читаем, возводит его на высокую гору, дьявол показывает ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал ему, дьявол, тебе дам власть над всеми всеми царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее, и так если ты поклонишься мне, то все будет твое. Братья и сестры, Иисуса Христа было несколько путей для того, чтобы иметь власть над людьми. Первый путь заключался в том, что всемогущий Бог, если так рассуждать по-человечески, видя все человечество в грехе отпадшим, сотворить новое. Помните, когда-то уже Моисея было ситуация, когда Моисей вступался, говорит, отойди, я уничтожу этот род, я тебя произведу другой. И Моисей говорит, Господи, нет, он вступается, просит. В истории уже было событие, когда Господь уничтожил род человеческий через потоп, оставил только несколько человек. Но величайший Бог, который есть любовь, Он пожелал оставить вот это человечество греховное. Второй путь был предложен сатаной, как, знаете, как бы опытный продавец. Обратите внимание, Он во мгновение ока показывает свой товар, назначает максимально низкую цену. Все, что нужно, тебе поклонись. И все, что умеет, я тебе дам. Третий путь, это был самый тяжелый, самый тернистый путь. Это путь отвержения себя, путь нахождения в пустыне, путь страданий в Гефсимании, путь страданий на Голгофе, страданий, которые испытал через распятие, братья сестры, и этот путь Христос избирает. Я бы хотел обратить внимание на вот это, братья сестры, искушение, которым был Христос подвержен. Обратите внимание, что в большинстве случаев человек искушается через свое зрение. Девяносто где-то процентов все искушения приходят через наше зрение. Чаще всего оно очень яркое и впечатляющее искушение. Помните, реклама длится несколько секунд, но рекламодатели, которые вкладывают миллионы долларов в рекламу, они знают, что она будет слегка окупена, окупится все эти затраты. Обратите внимание, все царства мира Христу были мгновенно, во мгновение ока. Не отводится для этой демонстрации очень короткий промежуток времени, мгновение ока. Но сделка предлагается заключить сразу. Поклонись, не думай, сейчас. Братья и сестры, в нашей жизни не бывает так. Девол предлагает очень быстро. Показывает в лучших красках и говорит, давай сейчас бери, покупай, смотри, делай, говори. Все предано. Подумайте, братья и сестры, об этом. В нашей человеческой природе, братья и сестры, есть склонность к признанию, к славе, к известности, к богатстве. Социальные сети, которые сегодня, люди буквально опутаны этим. Многие упали с этим. Вот я выставлю на Инстаграм, пусть оно там одну минуту, пять секунд побудет, зато сто человек лайкнут. Я буду известный. Может, казалось бы, мелочь, друзья, но если смотреть намного глубже, люди хотят признания, люди хотят известности. И в духовной сфере, братья и сестры, это то же самое. И верующие люди подвержены. Меня знают, меня признают, меня на Ютубе можно посмотреть. Настолько коварно, настолько завуулировано, настолько хитро, все мне предано. Обратите внимание, Иаков говорит, 1 глава 14 стих, «Каждый искушается, увлекаясь, обольщаясь собственной похотью». Каждый обольщается, искушается, увлекаясь, обольщаясь собственной похотью. Братья и сестры, будем помнить, что дьявол ничего никогда так просто не дает, тем более не дарит. Дьявол никогда не просто не дает, тем более ничего он не дарит. У него все построено на основе лжи и только личной выгоды в его пользу и нашему вреду. Что-то предложит, какую-то сделку, но затем всю жизнь люди будут расплачиваться. Сколько сегодня изломанных судеб, сколько сегодня люди верующие потерпели кораблекрушение в вере, потому что где-то попались, потому что обольстились грехом, на доллару подсказнулись, захотелось лучшую машину, лучший дом, еще что-то. А потом нужно работать всю жизнь, чтобы все это отдавать. Это очень великое искушение, братья и сестры. И есть одна победа, есть один ответ. Обратите внимание, как Иисус Христос говорит, написано, Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему одному служи. Когда наше сердце, братья и сестры, подчинено Господу, и когда наша жизнь направлена на поклонение только Ему и Ему одному, ничего другого, тогда сатана будет обезоружен. Что ты мне можешь предложить, сатана? Царство этого мира, оно проходящее, деньги, они не имеют силы, они не дадут счастья, не приносят здоровья, они не дадут спасения. Что сатана может предложить в это мгновение, что он показал все царство? А Господь дает спасение, Господь дает свое царство, Господь дает жизнь вечную, братья и сестры, и когда наша жизнь приходит поклонение Богу, братья и сестры, не только на этом месте, а в нашей повседневной жизни, и когда мы наши ценности, приоритеты и образ жизни выстраиваем, Господи, что же тебе принесет славу? Тогда мы намного прочнее стоим, братья и сестры, нам легко ответить. Написано, отойди от меня, сатана. И последнее, братья и сестры, у нас недостаточно времени, чтобы рассуждать. Обратите внимание коварства сатаны. Он не оставляет Иисуса Христа, он берет его в Иерусалим, ставит его на крыле храма и говорит ему, если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе сохранять тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею. Интересно, смотрите, он вмещает в одном третьем искушении и называет, если ты Сын Божий, и говорит, я же тоже, ты отвечаешь мне Писанием, так написано. В чем коварство сатаны, братья и сестры? Ложная интерпретация Писания. Ложная интерпретация хочет подать нам Писание, не так, как это думает и записано Господом. Это очень важно. В мае 2012 года пастушку Стефану во Франции было видение. Видение заключалось в том, что явился Иисус Христос и сказал, что избрал он его для того, чтобы он пошел к пастушку, подростку, и освободил Святую Землю в Иерусалиме. 1212 год. Этот человек Стефан с помощью других людей собирает подростков 30 тысяч детей, которые отправляются в Милан, в Марсель, чтобы потом отплыть, освобождать Землю. Интересно, в это время в Германии другому юноше было тоже так называемое введение откровения о том, чтобы он тоже должен отправиться и при этом взять 20 тысяч. Обратите внимание, ни взрослых людей, ни воинов, детей. Люди подхватили это видение. Люди сказали это от Господа. Чем закончилось это? При переходе через Альпы, с Германии через Альпы, они должны были отправиться туда, во Францию. Большинство детей погибло от голода и холода. В это время в Марселе несколько богатых купцов они обеспечили, купили семь кораблей, были погружены эти дети, подростки и отправились туда освобождать святой город Иерусалим. В течение этого времени, когда были штормы, когда был голод, когда эпидемия, большинство детей, ребят, погибло. Часть кораблей направили в Алжир, где дети были проданы в рабство. Братья сестры, настолько важно правильно понимать Писание, интерпретировать его, это Писание. Когда мы говорим написано, мы должны внимательно изучать, кому написано, для чего написано, когда написано, когда это совершится. Помните, несколько лет тому назад, когда даже в этой стране человек, который имел семейное радио, family radio, он объявил о том, что ему открыто, о том, когда придет Христос. Хотя скромный человек и жил, говорят, в истории очень скромно. Что произошло? Сколько людей повелись на это откровение? Чем закончилось для него, для людей, которые многие продавали? Вкладывали деньги для того, чтобы, казалось бы, достичь хорошей цели. Обратите внимание, братья и сестры, что Сатана делает? Он неправильно интерпретирует 90-й Псалом. Фанатизм, религиозный фанатизм связан с ошибочным толкованием Священного Писания. Псалом 90-й, 2-й стих там написано так, говорит Господу, прибежище мое, защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю. Смотрите, как автор показывает свою связь, свое доверие, свою зависимость от Бога. Он не говорит, мне приснилось, мне ответил, мне Господь сказал, ты, Господь, защита, прибежище мое, мое. Как Господь отвечает, как побеждает сатану, братья и сестры, во всех трех случаях, обратите внимание, Иисус сказал ему в ответ, не искушай Господа Бога твоего, сказано. Один короткий ответ, не искушай Господа Бога твоего. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, я хочу раз подчеркнуть, это очень важно. Некоторые люди сегодня обольщаются, читая, казалось бы, так тут же написано, вот так. Но когда написано? Для кого написано? Кому написано? Как это понять, Господи? Просвечи очи сердца моего, чтобы не видеть, чтобы понимать твою божественную волю. Братья и сестры, как нам оказаться победителями в этих вот искушениях, которые Господь допускает, чтобы провести нас через испытания? Несколько-три коротких советом. Обратите внимание, написано так, Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был кем? Духом. Не сам пошел. В полное подчинение Отцу Небесному Духу Святому. Был введен Духом в пустыню. Быть водимым Духом Божиим, это очень важно. И быть послушным, и слышать голос Божий. Второе, знать Писание в полном объеме и не изолировать отдельные тексты от контекста Писания. Христос очень хорошо знал Писание и цитировал его правильно. Не проводить время в праздности, братья и сестры, это очень важно. Мы верим, что и христианин никогда не постигнул такие искушения, которые Бог бы не мог обратить это в его укрепление веру. Для того, чтобы испытанная вера его оказалась драгоценного гибнущего даже золота, хотя и огнем испытываема. Поэтому будем, когда проходить жизненный путь, братья и сестры, каждый из нас, молодые люди, средний возраст, старшее поколение, мы будем постоянно проходить. И Господь будет допускать для того, чтобы укрепить, чтобы получить и сохранить венец жизни, которую Господь приготовил всем любящим Его. Да поможет нам в этом Господь? Аминь. Господь.